Слава Бандере. Бандере, слава. А ты знаешь, в каком году он родился? В 99-м. 1 января. Окей. Окей, ладно, а кто он был по жизни? В смысле, по жизни. Ну вот как он, какой он человек был, ты знаешь? Я с ним лично не знаком. И конкретного книги про его автобиографии отсутствует, никто так и не написал. Да, серьезно? Конкретно книги о его биографии никто так и не написал. Нет четкого разбора личности такого, как Стебан Андреевич Бандера. Почему не написали, непонятно. Есть отдельные разборы его деятельности, деятельности ОУН и так далее. А вот конкретно о нем никто не написал подробностей. Поэтому приходится собирать все. Нет, ну слушай, какие-то исследования, которые проводились на базе университета, мне кажется, будут более, ну там, например, на базе исторического университета Киева. Я не знаю, где-то есть. Вот. Но в любом случае, мне кажется, исследования будут более, ну как бы, правильными, чем просто книги, которые написаны каким-то шагом. Ну типа. Путина будут судить по его исследованиям. Я думаю, что о Бандере тоже стоит судить. Не по книгам, а по исследованию. Так всегда так делают. Ну в смысле, о Путине будут судить не по книгам, а по тому, что он сделал, как его исследовали местные наши ребята. Ага. Ну вот. А что ты, ты стримаешь, да? Да. Это нервничаешь? Да нет, я в целом готов поговорить. На большую аудиторию мне будет только приятнее. Я про ручку. А что ты обычно говоришь с русскими о том, почему они напали? Политика и старинная, да. Понятно. Ну а что ты можешь сказать? О чем? Ну вот смотри. Вот какой бы у тебя вот был первый вопрос к русскому, если бы ты его просто так встретил? Ну вот какой-то вопрос задаешь обычно. У тебя, наверное, есть какой-то скрипт или еще что-то? У меня нет, а скрипт только таковых. Я спрашиваю, задаю у него, есть у него какие-то вопросы, если мне-то спрашиваю, поддержит ли он вторжение. Если поддержит, то причина вторжения. Дальше от этого отталкиваемся. А, ну то есть ты уже какую-то логическую историю строишь. Понятно. Нет, ну то есть я не поддерживаю вторжение. Мне уже конкретно интересно вот то, что происходит сейчас. Вот. У меня такой вопрос. Ну вот, наверное, у тебя как-то знаешь свою аудиторию и знаешь людей, которые тут сидят. Готовы ли украинцы пожертвовать территориями ради людей, ради сохранения жизни людей? Давай сначала разберемся. Это ты имеешь в виду переговоры? Правильно? Я у себя немного двоюсь. У меня нормально. Ты имеешь в виду переговоры? Ну, я говорю о том, чтобы провести переговоры и остановиться сейчас на тех границах, на которых сейчас, собственно, все есть. Для этого всего нужно провести переговоры и еще раз процедуру. Для этого нужно ответить на три вопроса. Первые переговоры. Где? В любой независимой стране. Это важно. Опять же, потому что перед тем, как встречаться, первый раз, полторы дня, велись переговоры о том, где. Это важный вопрос. Допустим, выбрали Турцию. Окей. С кем? Кто поедет от России, а кто поедет от Украины? Нет, с кем переговариваться? Ну, как ты понимаешь этот вопрос? Нет, ну... Я не понимаю вопрос, конкретно с кем договариваться, с кого послать. Нет, кто с кем будет передоговариваться. Вот это вопрос. Как ты его понимаешь, так и отвечай. Я думаю, что с каждой стороны должны будут выступать... Каких стран? Какой каждой страны? Ну, со стороны России и со стороны Украины. То есть Россия и Украина только не будут договариваться. Правильно тебя понял? Ну, да. Понял. О чем? О чем? О прекращении военных действий. На каких условиях? На каких условиях? На условиях, на которых они договорятся, но... На каких условиях? Это самый важный вопрос. С первым вопросом с горем пополам ты ответил. С атера вопросом ты, честно говоря, не ответил. Ну ладно. Третий вопрос. С кем? Кто будет договариваться? Тебе надо сказать, что Лавров и этот... Не, не так. Ну, окей. О чем? О чем конкретно? О чем договариваться? На каких условиях? Ну, о том, что мы сейчас отходим от... Мы сейчас завораживаем военный конфликт, отходим от... Просто друг от друга и перестаем убивать людей с той и с другой стороны. Ага. На тех линиях, на которые заложены на момент переговоров. На момент переговоров. Кто эти линии устанавливает на момент переговоров? А. Ну, опять же, та же самая... Опять же, та же самая нейтральная страна, если ты хочешь сказать... Я не знаю. Я у тебя интересуюсь. Но, опять же... Тема переговоров, это твоя тема. И по спутниковой съемке, и по... Ну, то есть... Можно установить по спутниковой съемке, где находятся позиции, и провести условно среднюю линию между ними. Если, опять же, стороны будут несогласны насчет того, что правее или левее линия находится, ну, можно будет о 5 метрах поговорить. А, ну, то есть ты меня слушаешь? Да. Что в 38-м году произошло после захвата Гитлером Австрии? А мы с тобой о России и Украине говорим? Да. Да. Так вот, я тебя спрашиваю. Готово ли... Ты еще не ответил на мой вопрос. У тебя уже было много вопросов. У меня был вопрос о чем? Это ты еще не ответил. Вот тебе задаю вопрос пока что. На основе от этого пока. Этот вопрос еще не закончил. Давай, я отвечу. Я отвечу. Да. О чем? О том, чтобы прекратить военные действия и заморозить конфликт. Чтобы что? Первоначально заморозить конфликт, чтобы не убивали людей. Чтобы что? Что произошло после захвата Гитлером Австрии? Помнишь, в 38-м году? Что ж ты мне одно и то же? Давай я тебе скажу. В 38-м году, когда Гитлер захватил Австрию... Немцы возрадовались и, так сказать, носили Гитлера на руках. Да, в 45-м они сказали, что они под оккупацией. Но вопрос о другом. После 38-го года, когда Гитлер взял Австрию, провел там референдум под ружьем, с ним заключили договор о том, что он больше никуда не заходит. Окей. Что он сделал после этого? И что? Он зашел в Чехословакию. Так вот, главный вопрос. И что ты хочешь сейчас сказать? Вот мы с тобой... Вот сейчас ты обсудил, что каким-то там, каким-то образом какие-то спутники, определение каких-то границ. Здесь на самом деле очень много нюансов по поводу того, что это нарушение территориальной целостности Украины. Нарушение территориальной целостности меняется, только голосование в Верховной Раде нужно как минимум 300 голосов, чтобы было набрано и так далее. Главный вопрос. Ты сказал, замораживаем конфликт, разделяемся, выходим. Каковы гарантии, что Россия после этого не нападет? И возвращаемся снова по этому предыдущий вопрос. Кто с кем договаривается? То есть ты хочешь сказать, что в России к власти придет Навальный и снова войдет на Украину? Причем здесь Навальный? Мы с тобой говорим о том, что есть конфликт двух государств. Есть конфликт двух государств. Война. Они встречаются, они договариваются о том, что конфликт заканчивается. Но при этом Украина теряет, по твоим словам, часть территорий. Каковы гарантии, что Россия снова не нападет? Смотри. Во-первых, при Путине конфликт будет происходить всегда. То есть гарантий нет. Путин заинтересован в этом конфликте. Но я так как раз и предлагаю решение, что... Какое? Я предлагаю решение заморозить конфликт на максимально долгое количество времени. То это время регулированное. Ага. То есть потом приходит в других интересах. То есть потом приходит другой президент, и он говорит, мне не нужно воевать. Да? С ним уже можно будет договариваться. С чего ты это взял? Ну, потому что это будет другой президент. А кто решает у вас в стране, кто, думаю, президент будет? Опять же, я говорю о том, что... Я вопрос задал. Кто у вас в стране решает, чтобы... Народ. Решает, кто... Народ. То есть народ на протяжении 30 лет, 20, извини, избирал Путин? Нет. Нет. То есть народ не решает... Выборы были спальсифицированы. Но народ выбирает. Каковы гарантии того, что потом выберут другого уже согрешения народа? У вас, по крайней мере, в это время не будут убедить людей. Мне вот это не понятно. Почему? Россия потом соберется и нападет еще раз, да? Даже если и нападет, даже если она и нападет, это вам выгодно. Тогда какой смысл? Нет, не выгодно. Нет. Вам выгодно. Нет. Вам выгодно. Нет, не выгодно. Чтобы не уничтожали ваши и ваши. Нам выгодно, чтобы на нас больше не нападали. Да, безборно. Да. Если ценой этого нужно сейчас продолжить конфликт, значит, нужно продолжать. Потому что невыгодно как раз дать агрессору, который все равно потом нападет, возможность подготовиться к этому нападению. Потому что Россия отводит свои войска. Все знают, как это происходит. Страны, которые отказываются с ним торговать, смотрят на него, что он ведет себя хорошо. Начинают снова вливать туда деньги, возвращаются туда компании, экономика снова растет, ВПК начинает развиваться, потому что никаких ограничений на это ВПК не происходит. Он собирается еще большими силами и нападает снова уже третий раз, но уже с учетом всех предыдущих ошибок. И какая здесь выгода? Я отвечу. Во-первых, Украина точно так же может напасть, чтобы забрать свою территорию. На кого? На Россию. Напасть? Да. То есть стать агрессором в этот раз, да? Мы не... Нет, она не будет считаться агрессором. Она будет агрессором. Она не будет агрессором, потому что она будет считать, что она забирает свои территории. Нет, Украина как раз будет агрессором, потому что будет международный договор между двумя государствами, где есть признание территории, которую аннексировала Россия, уже неукраинскими территориями. Окей, ладно. И в таком случае, если Украина нападает, она считается агрессором, нарушившим международные договора. Согласно хельсинским соглашениям 1975 года и согласно соглашениям, подписанным между ОБСЕ, которые следят за... мониторят ситуацию в Европе, у них отдельный статут, который перешел с хельсинских соглашений, этот договор уже автоматически является изменением территориальной сообщественности согласно нормам международного права. И если Украина, согласно это, после этого вторгается на территорию, которая была у нее тогда аннексирована, то в соответствии с этим Украина становится агрессором. То есть ты мне предлагаешь сейчас либо заключить, заморозить конфликт до того момента, пока Россия станет сильнее и нападет уже с учетом всех ошибок, либо мне самому стать агрессором. Мне не нравится этот договор. Окей. То есть тебе нравится, тебя вполне удовлетворяет вариант того, что сейчас... Украинцы. Мне не нравится, что умирают украинцы. За великую цель. Мне не нравится, что умирают украинцы, но я прекрасно понимаю, что останавливать данную войну путем переговоров возможности сейчас нету, потому что в данный момент остановить и заморозить конфликт, это правильно говорится, заморозить конфликт. Потому что по этому типу, по примеру, была первая чеченская, был заморожен конфликт, случилась вторая чеченская, то же самое Украина, было минское соглашение, была попытка заключения второго минского соглашения. Это в 19-м году или 21-м. Что сделали в 2014-м году? В 2014-м году попытались заморозить конфликт. Сколько людей умерло за то время, пока этот конфликт был заморожен? За это время умерло порядка 14 тысяч. Конфликт была попытка заморозить в 2014-м году, в сентябре месяце. 14 тысяч? Да. Ну, это ты как кого посчитал? Всех. Ага, ну может мы еще тогда и в Уганде людей посчитали? С обеих сторон. 14 тысяч человек погибло. С 14-го по 22-й год. 4-800 украинских военных, 5-800 российских и сепаратистов, остальное это мирные жители. Это за 8 лет погибло. Окей, ладно. А сколько умерло людей в 21-м году? В 21-м году, по-моему, порядка 20. Понятно. То есть, конфликт сходил на нет. Да, а потом Россия нахлопали. И вот это да. Да. А что было бы, если бы конфликт все это время тянулся? Представь, какие были бы жертвы, если сейчас такие жертвы. Представь, что в 14-м году, поскольку Россия также была не готова вести долгую войну, нужно было идти до конца и полностью декупировать как минимум весь Донбасс. У вас, во-первых, не было ресурсов. У России тоже. Но, тем не менее, мы были на своей территории. Нет. И тогда было гораздо проще передвигаться по ней. Опять же, что было в России в 2014-м году, было столько же ресурсов, сколько и в 2022-м. Ты совершенно не понимаешь, как готовиться к военным действиям, да? Ну, да. Я не военный. Не понимаю. Я не понимаю. Ты не понимаешь. Что для того, чтобы подготовиться к военному. Но мне кажется, что ты не понимаешь, что если бы была война все это время, то было бы точно больше человек. Для того, чтобы подготовиться к военным действиям, нужно подготовить армию, нужно ее вооружить. Нужно подготовить мобилизационный резерв, нужно подготовить бюджет для зарплат этого всего. То есть нужно конкретно готовиться. В 2014-м году Россия была не готова к данному конфликту. Поэтому я считаю, если мы затронули момент, если бы ДКБ, то если бы ДКБ в 2014-м году, не нужно было начинать заключать Минск. Не нужно было в Минске встречаться и договариваться, нужно было бороться до конца. Потому что после первого раза, после подписания протокола и меморандума, если обратить внимание на карту разграничения, которое было в 2014-м году, и обратить внимание на карту разграничения в 2015-м году, мы можем обратить внимание, что она отличается, что она сместилась. Потому что в 2014 году карты разграничений, там территория подконтрольная Украине была гораздо больше. То есть после протокола в сентябре месяце меморандума Россия нарушила его и продолжила свое наступление. Уже в феврале месяце, когда повторно уже комплекс мер заключили, уже конфликт стал останавливаться, но еще год тянулся. То есть Россия первый раз нарушила в 2014 году этот же договор, до этого она нарушила в целом договора все с Украиной, а потом в 2022 году она снова нарушила. Поэтому любой договор с фашистской федерацией не имеет никакого веса, потому что рано или поздно это повторится по той самой причине, что это основа вашего принципа. Ни один договор с русскими не имеет силы, кроме тех ситуаций, когда ты выше них с русскими, она говорит по праву сильного. Поэтому пока Россию не разгромим мы на территории Украины, пока не выйдем на границу, или пока Россия сама не убежит в страхе, поджав хвост, садится за стол переговоров, смысла нет. Потому что этот конфликт приведет к тому, что он снова продолжится. Субтитры создавал DimaTorzok